Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и я ее ведущий Никита Васильев. Мы работаем в прямом эфире. Буквально вот вчера, 17 марта, в Твери прошел первый стартап-тур, региональный этап стартап-тура. Он был организован инновационным центром Сколково, проходил в режиме онлайн, а площадкой для проведения мероприятия стал Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Тверской области. Ну, это масштабное мероприятие, оно собрало действующих и будущих предпринимателей региона. Ну, как представлялось, да, в технологичной сфере, да, но я думаю, что не только в технологичной, это самые разные были предприниматели самых разных сфер и отраслей. Ну и просто умные, креативные люди могли принимать участие в стартап-туре, регистрироваться, быть просто зрителями и так далее. В открытии стартап-тура приняли участие губернатор Тверской области Игорь Арудения и председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович. То есть, можем сделать вывод о том, что мероприятие было знаковое, мероприятие было статусное, первые лица региона тоже в нем участвовали. Сегодня мы подведем итоги стартап-тура, который прошел буквально в эту среду, и помогут нам в этом наши гости, непосредственные организаторы и участники стартап-тура. Это Михаил Окороков, координатор проекта «Мой бизнес» Тверской области. Михаил, здравствуйте, спасибо, что сегодня с нами. Олег Баранник, ментор стартап-тура. Олег, добрый день. И Даниил Гудков, предприниматель, один из победителей конкурса. Ну, по сути, главный победитель, да? Гранд-финал Даниил выиграл у нас, победитель конкурса стартап. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, номер прямого эфира 3190. Вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы. Ну, вначале предлагаю, наверное, подвести такое сначала... Мы вообще в целом сегодня будем подводить итоги стартап-тура, да? Говорить о том, зачем нужны такие мероприятия, что они дают экономике, предпринимателям, стартаперам, да, регионам, если так можно сказать. Ну, вначале такое резюме, наверное, да, Михаил, попрошу вас сделать. Вот. Каким получился стартап-тур? Мы напомним, что это было первое подобное мероприятие в Твери, да, региональный этап именно Тверской, это был впервые. Вот. Удалось ли достичь всех поставленной цели задач? Ну, и вот такой первый краткий итог, скажем так. Да, ну, начнем с того, что стартап-тур — это мероприятие, которое проходит уже много лет, да, мероприятие... В Твери оно прошло. С 2011 года и более ста региональных этапов состоялось, и в Твери так сложилось, что изначально не было ни одного этапа проведено, и у нас возникла идея, благодаря Олегу появилась возможность выйти на контакт со Сколково, предложить Тверь в качестве площадки для проведения мероприятий. Получилось так, что в Твери стартовал стартап-тур 2021, и это был первый региональный этап, который проводился в формате онлайн, то есть, ну, по большому счету, это был некий такой эксперимент, и я бы считал, что все получилось неплохо. У нас, по данным Сколково, было 17 тысяч просмотров, это круто, на самом деле. У нас было подано 74 проекта, большая часть, больше 60 из Тверской области, которые, на самом деле, вот, Даниил получит главный приз, единственный, кто получит приз некий материальный, да, но для большинства проектов стартап-тур это прежде всего возможность получить знания, благодаря Олегу и его коллегам. Получить опыт соревнований, перенять лучшие практики презентации своих проектов, презентовать свои проекты венчурным инвесторам и потенциальным покупателям. То есть, на самом деле, просто участие в конкурсе, это уже приз, это уже выигрыш, по большому счету. И, действительно, коллеги из Сколково выбрали 15 проектов, здорово, что из 15 проектов 12 были из Тверской области, для нас, в общем, это очень значимо. И повлиять на этот процесс мы никаким образом, как соорганизаторы, вообще не могли, потому что к оценке заявок мы допущены не были. Это федеральное соревнование, и здорово, что наш Тверской предприниматель в этом федеральном соревновании одержал победу. И я думаю, что все цели выполнены, но главная цель для нас заключалась в том, чтобы собрать как можно больше Тверских проектов, для того, чтобы они попали у нас в верхнюю часть воронки новой системы государственной поддержки инновационной деятельности, которую мы будем реализовывать в Тверской области. Мы уже приступили, собственно, к этой работе. И самое главное, поддержка инноваций означает, что должен быть тот, кого поддерживаешь. И таки да, и таки есть те проекты, которые можно поддерживать, которые имеют шансы на успех, которые способны выигрывать в федеральной конкуренции. Вы сказали, что 15 проектов всего были выбраны, 12 из Тверской области, а остальные это не проекты региона, правильно я понимаю? То есть там участвовали не только наши тверские предприниматели? Естественно. Ровно как и в обычных оффлайновых этапах стартап-тура, заявляться со своими проектами могут участники со всей России. И не единичный случай, когда люди из Москвы берут билеты на самолет во Владивосток, для того, чтобы там презентовать свой проект. В ситуации онлайн это сделать гораздо проще. Но всего у нас было 74 проекта воронки, более 60 были из Твери. И вот из них в полуфинал на основе заочного анализа презентации вышли 15 проектов, 12 из которых тверские. Олег, вы были ментором. Такое слово. Что вообще оно значит, ментор? Какую вообще задачу решали в ходе стартап-тура? Какую работу вели? Я так понимаю, в основном с предпринимателями, как раз таки с теми людьми, которые свои стартапы придумали и принесли их презентовать на стартап-тур. Ну, в принципе, если перевести на русский, кстати, никогда не смотрю в Яндекс значение этого слова, поэтому это будет экспромт. Чаще всего это синоним слова наставник. Наставник, да, скорее всего. Самое близкое. Применительно же к данной истории. Вообще ментор это долгие отношения с проектом. Это как тренер, если хотите, только в долгую такую историю. Здесь у меня стояла достаточно простая задача. Мы предприняли несколько шагов для подготовки проектантов к их выступлениям. То есть мы встречались с ними здесь, в Твери, вживую. Потом были с ними созвоны, там различные, в зуме, не в зуме, там самые разные методы использовались. То есть были участники, которые 4 или 5 раз находились со мной, с моими коллегами в точке взаимодействия. То есть они неоднократно прогоняли через нас свои выступления. И как бы в этом, наверное, была основная задача, которая стояла передо мной. Потому что для людей это, в принципе, стресс, зум, что куда нажимать. Потому что там люди были самых разных возрастных групп, там были очень взрослые участники. В том числе были школьники 15-16 лет, которые дерзили, говорили громко, не признавали авторитетов, грозились позвать в эфир Моргенштерна. Соответственно, ну, Альфа-банк опередил. Извините, название бренда можно, я не рекламирую. Я скорее наоборот в данном случае. То есть, ну, это стресс для кого-то. Потом люди не понимают, как выступать перед инвесторами. Люди не понимают, что нужно не про технологию рассказывать, нужно рассказывать про бизнес. Про дальнейшую пользу, наверное, да? Да, потому что даже победитель, который сидит перед нами, в мое первое знакомство с ним, ну, знаете, человек рассказал, как о своем увлечении. Говорит, ну, есть у меня такое хобби, но раз мне сказали выступить, я выступлю. Так и быть, вы уж послушаете. А выяснилось, что это вполне себе перспективный бизнес, очень нишевый, очень в хорошем смысле этого слова странный. То есть, это необычное решение. Мне в голову такое не пришло. А вот он это придумал и реализует. И это все нужно привести к какому-то одному знаменателю. Данил, ну, рассказывайте про свое странное изобретение. Что придумали, с чем на стартап-тур пришли? На стартап-тур я пришел с проектом Wave, это музыкальная интерактивная диджей-панель, которая, прежде всего, призвана дать людям, скажем так, удовольствие от процесса создания собственной музыки. Ну, в рамках, конечно, заложенных сэмплов, которые мы там записываем. То есть, это процесс создания, игры, там немножко обучения. В общем, всего понемногу. А проекту, можно сказать, ну, как минимум 4 года. То есть, он из стадии в стадию перетекал. Мы с командой делали много попыток там с мобильным приложением повзаимодействовать. Занимаемся музыкой тоже там в разных стилях, да. Думаем, что где как лучше запустить. Вот. И сама доска уже претерпела порядка там 4 разных изменений и итераций. Потому что это решение довольно-таки технологически сложное. Там свет, угол наклона. Вот видите, опять начинает. Вот это то, что я говорю. Я говорю, продавай, рассказывай, делай так, чтобы человеку начиналось купить. Он начинает за уравнение максимума. Чтет свои ошибки и после небольшой рекламной паузы вернется уже к тому, рассказывая о своем проекте, который нужен, да, и нужен был изначально. У нас небольшой перерыв, рекламная пауза, мы вернемся совсем скоро. Вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня мы вместе с гостями студии подводим итоги стартап-тура. 17 марта, вот буквально в минувшую среду, региональный этап стартап-тура прошел впервые в Твери. Он был организован центром Сколково. Масштабное мероприятие. И сегодня мы вместе с организаторами, участником этого события важного, подводим итоги, разговариваем и делимся опытом. Я напомню, до перерыва победитель конкурса стартапов Даниил Гудков начал рассказывать о том проекте, который, в общем-то, его победителем и сделал. Даниил, все-таки что это такое? Давайте еще раз напомним зрителям, кто вот сейчас только, может, к нам присоединился. Это музыкальная история, насколько я понял. Это возможность портативно создавать музыку, по большому счету, или я не совсем правильно? Да, да. То есть это устройство, которое любого человека в каком-то окружении, на мероприятии, на вечеринке, на дне рождения, в корпоративе сделает вокруг него шоу. То есть он сможет стать диджеем, создателем музыкальной композиции, но буквально без навыков. То есть достаточно просто поставить устройство, включить телефон и все. То есть там настолько все как бы интуитивно понятно просто, что любой даже маленький ребенок справится за считанные минуты. Вы сказали, что 4 года шла разработка проекта. И вот почему именно с ним решили прийти, выйти на стартап-тур? У нас были до этого попытки в стартап-туре участвовать в Москве. Что-то пошло не так, не получилось. До этого мы обращались тоже в фонд Фри, вели там переговоры. У нас был ряд итераций, когда мы хотели проект запустить. Слово итерации я очень люблю. У нас было много подходов. Мы общались по поводу данного проекта с иностранными коллегами. Нас консультировал один американский, очень известный бизнес. Стрекер там и так далее. То есть как правильно имя подобрать. Ментор. Мы в Твери говорим ментор. То есть я занимаюсь IT-бизнесом. Еще даже не помню со скольки. Это основной вид деятельности ваш, да? Это IT-технологии. Ну вот насколько я услышал, насколько я понял, поправьте меня, если это не так. Портативное такое медиа-устройство, которое способно создавать дискотеку вокруг тебя. Но разве таких вещей не изобретено было раньше? По-моему, сейчас у каждого школьника на смартфоне или планшете существует целый перечень каких-то там интеллит, инструментариев. Чем вы как бы отличаетесь с вашим? В том-то и дело, что есть аналогичные приложения, но они чисто вот под телефон сделаны. И мы в своей философии подошли к процессу. То есть мы думаем, что гораздо приятнее и интереснее, когда ты взаимодействуешь физически с объектом, и у тебя больше есть ощущение, что ты как бы за диджейским пультом, и сам вот именно прям физически руками процессом управляешь. То есть здесь включается не только там воображение свое, но и можно и там потанцевать, динамично подвигаться. То есть процесс более активный. Я вот, если можно, пример приведу. На самом деле достаточно много проектов пытаются найти золотую середину между чем-то очень профессиональным и чем-то очень распространенным. Совсем любительским. Да, грубо говоря. Вот здесь в студии стоит студийный свет. Это серьезная, большая штуковина. Которую дорого стоит, в карман не положишь. Многие пользуются каким-то фонариком на фотосъемке, либо подсвечивают телефоном, либо что-то пытаются придумывать на коленке. Я сам пользуюсь. И результат, понятно, плохенький. И появляются проекты, например, как ребята из Кванторио мы сделали. Они сделали небольшую специализированную коробочку с аккумуляторами, которая позволяет выставить удобоваримый, ну, конечно, не прям суперпрофессиональный студийный свет, но достаточный для фотосъемки и видеосъемки. Точно так же и здесь. Да, конечно, есть диджейские пульты размером больше, чем этот стол, стоящие десятки тысяч долларов. Да, конечно, есть эквалайзеры в телефоне и сэмплы. Но специализированное устройство, во-первых, когда оно у тебя есть специализированное, ты уже думаешь, я диджей, мне это нравится, я это люблю. Это действительно выглядит совершенно по-другому. Это чувствуется абсолютно по-другому. И это интересно просто, само по себе. Ну вот вы, во-первых, Михаил, вы начали, я как раз вас хотел спросить, как вы оцениваете проект победителя, во-первых. А во-вторых, вы уже начали, я так понимаю, в том числе ребята из Кванторио, вы сказали, это тоже ребята, которые участвовали в стартап-туре, правильно? В таком случае, первый вопрос к вам, да? Как оцениваете проект победителя? И какие еще проекты были? Какие были проекты знаковые для вас лично, да, как для руководителя центра мой бизнес? Что бы отметили? Я оценивал проект победителя хорошо. Собственно, поясню почему. Дело в том, что это очень хороший пример сочетание, часто несочетаемого, но именно это сочетание требуется от стартапов в классическом понимании. Первое, что необходимо, это некое техническое решение. Хотя нет, наверное, это второе, потому что первое, это способность почувствовать запрос потребителя. Второе, техническое решение, позволяющее этот запрос удовлетворить. Первое, что нужно. Второе, как это реализовать. Как это реализовать. И третье, это коммерческая составляющая. Как это из придумки в голове превратить в продукт, который можно производить и который будет приносить прибыль. И у нас чаще всего, к сожалению, это системная проблема инноваций в России, когда из этих трех слагаемых есть одно. Есть техническое решение проблемы, которое появилось в голове у самого исследователя. Не подтверждено, что это есть, что эта проблема есть, что это нужно потребителю. Не подтверждено, что это техническое решение может эту проблему решить. И самое главное, что непонятно, как это будет работать с точки зрения финансов. Ну, то есть, вы к тому ведете, что не всегда вот эти три составляющих, они совпадают, конечно, в счете. Проект Даниила это то самое. Да, проект Даниила это пример того самого сочетания необходимых слагаемых успехов. Это ответ на первый вопрос. Что запомнилось, да, по другим проектам? Что, может быть, выделили бы? Лично я поставил для себя в своем рейтинге другой проект на первое место. Скорее, это связано не с профессиональной моей оценкой, потому что с этой точки зрения проекты практически равны. Даниил выигрывает по коммерческой составляющей. Здесь, наверное, ну, как бы сфера моих интересов. Я в меньшей степени диджей, в большей степени люблю полупаться. Отчасти вы тоже диджей просто в своей сфере. Да, по-своему. И, допустим, мне по-хорошему очень понравился проект, связанный с универсальным оголовком скважин для водоснабжения. Проект, давайте упомянем, да, у нас героя сегодня нет, но я уверяю наших телезрителей, совсем скоро на нашем канале мы потихонечку будем рассказывать истории тех проектов, которые, тех людей, которые участвовали в стартап-туре. Проект Евгения Фаянса из Реткина, да, если я не ошибаюсь, универсальный оголовок. Да, Михаил. Значит, это другой проект, который решает совершенно другой запрос совершенно других потребителей, направлен не на конечных пользователей, как правило, а на специалистов по обслуживанию скважин. Он сам по себе тоже очень хорош, но проекты самые разные. Технология переработки отработанного фритюрного масла в общепите, которого гигантское количество, и это отходы определенного класса опасности. Это различные технологии в сфере строительных материалов, химия, информационные технологии, медицина и сельское хозяйство. То есть, проектов действительно 74, каждый по-своему интересен, но про проекты, я думаю, лучше спросить Олегу. Да, вот как раз таки, Олег, к вам следующий вопрос и был у меня. Вы работали, насколько я понимаю, как ментор. Не с одним и не с двумя проектами. Вы руководили, были наставником большого количества. Как оцениваете в целом уровень, начальный уровень подготовки тех людей, предпринимателей, которые приходили на стартап-дур? Ну и что можешь сказать по тем критериям, которые нам Михаил озвучил? Насколько они соответствуют духу времени и потребности общества? Насколько они технически... Все верно, критерии озвучены правильно. Как раз таки с этой точки зрения, если посмотреть на проект «Победитель», то он в хорошем смысле этого слова очень неочевиден, потому что он не решает ни одну очевидную проблему потребителя. То есть, если бы вы увидели, вам бы просто на стол положили небольшой диджейский путь. У вас нет потребности в небольшом диджейском пути. Это очень странная потребность. Да, и поэтому он приходит. Это, по сути, у вас есть потребность быть модным и немножко выделиться из других за счет какого-то специализированного навыка. Но если профессионально снять фильм, даже любительский, это долго, сложно, дорого и так далее, то тут тебе говорят, слушай, за час, час-два ты потратил на приобретение, он дороговат, он будет стоить в районе 10 тысяч. Это вот нижняя такая планка. Это вот еще раз, да? Проект, он 10 тысяч рублей сразу? Да, да. То есть, это не самая дешевая игрушка. Ну, Данил, может, потом поправить там по ценам. Ну, плюс-минус. Да, он не самый дорогой, но и не самый дешевый. И ты его покупаешь только для того, чтобы быть модным. Абсолютно все, что делает эта штука, можно сделать при помощи среднестатистического приложения в планшете, о котором говорит Миша, все или почти все. И он это знает, и потребитель это знает. Но люди зачем-то покупают спиннер. Помните, вот эта штука? Да. Да, наверное, для того, чтобы... Изделушка по большому счету. Бурунов потом снимал прекрасный ролик, который набирал бы миллионы просмотров, но мы не можем его цитировать по понятным причинам. У нас приличное телевидение. Понимаете, в чем дело? То есть, и вот это, если хотите, это смесь, то, что делает Даня, это смесь спиннера и профессионального диджейского пульта. То есть, нафига? Просто потому, что это хайп. Просто потому, что это модно, это стильно, это прикольно. На самом деле, без этого вполне можно прожить. В таком случае, такой вопрос у меня. Вот этот хайп, так называемый, да, модное слово. Мы же все равно это все делаем, и люди все это делают для развития дальнейшего. Малого бизнеса, среднего предпринимательства. Какая польза в таком случае будет дальнейшая? А смотри, что здесь... В случае экономики региона. А тут вот это надо различать. В данном случае, это его личный хайп, это его личная польза. Знаете, как Гейзенберг на вручении Нобелевской премии сказал, физика есть не что иное, как способ удовлетворять моего личного любопытства за государственный счет. Так он еще и за свой счет это делает. Он говорит, я бизнесмен, у меня есть такая история, такая, но у меня было хобби с детства. Я в 14 лет пытался подоживаться с девушкой, он сказал, диджея, из тебя ни с какой, я послушал песню «Дискотеки аварии», у меня горе. И вот он с тех пор лет 15 пытается эту историю наверстать. И вот он и решил ее вот так вот. То есть он сделал это для себя. Данил, Олег что-то знает, я так понимаю, о вашем прошлом. Да я просто... Тысячи проектов через меня проходят в среднем загадке. А там всегда во всех истории именно с девочками и вот с неудавшейся любовью на подростковое время? Не-не-не, нам с Гудковым не повезло или повезло на самом деле. Вы, как ментор, какие тоже проекты отметите? Что вам запомнилось? И как оцениваете уровень подготовки ребят? Мне что-нибудь бросилось в глаза. Скажем, я был поражен, когда во время менторской сессии у меня выступал проект, он двойного гражданства. Он находится в Твери и в Владивостоке, он называется «Волжской верхи». И они делают тремараны, то есть они делают яхты нового типа стоимостью порядка 5 миллионов евро. И они их делают, это не задумка. То есть ребята заняты этим бизнесом лет 15, на самом деле. Вот они пришли и говорят, вот у нас, я извиняюсь, стартап. Здание можно купить, в котором мы с вами находимся, ну, по крайней мере, его треть по стоимости одной лодки, которая делает этот стартап. И они вот пришли и рассказывают, вот мы делаем такого рода вещи. И тут очень тяжело это оценивать, потому что у меня нет профильной экспертизы. Моя машина стоит полтора миллиона рублей, у них лодка стоит 5 миллионов евро. Ну, о чем мы говорим тут на самом деле? То есть это сложная история, всякие вот эти вот вещи. Были проекты, что меня удивило и порадовало. Вот мы до этого, когда с Михаилом, мы где-то год ходили вокруг инновационного сообщества, мы делали ставку в основном на вузы. И действительно оттуда пришло достаточно большое количество проектов. Победитель не имеет никакого отношения к вузу. Второе место не имеет никакого отношения к местным вузам. Третье тоже. А школьники из Кванториума, когда они выходили со своими какими-то смелыми идеями, про одно из них Миша отлично просто рассказал, смелыми подачами, еще какими-то вещами. То есть это люди, знаете, которые вот они вот через четыре, они уже мыслят по-другому, они говорят по-другому, у них вообще все по-другому происходит. Главное, чтобы они все это по-другому остались делать вот здесь. Это, наверное, ключевые критерии, которые мы должны быть здесь. Насчет влияния этого всего на экономику, я вот как раз хочу сказать, что может быть стартап Даниила, который, да, выиграл конкурс, не факт, что конкретно этот стартап взлетит. Но в масштабах Даниила, да, и его компании, да у него гигантское количество проектов, мы, господи, пережили пандемию благодаря его... Сейчас об этом тоже поговорим. И для него это диверсификация. Но для экономики в целом, там стартап, здесь стартап. Там ребята что-то придумали. Здесь малый бизнес, здесь малый бизнес. Здесь у них все вышло в ноль. Эти закрылись, переориентировались на какое-то другое направление. А эти ребята стали, ну, может быть, не Apple, может быть, стали Яндексом. И от этого всего совокупно происходит движение. А когда за... Для того, чтобы организовать это движение, необходимо организовать онлайн-конференцию с участием ведущих экспертов и высоких должностных лиц. Да давайте это сделаем. Да какая же проблема? И я сейчас пришел из 17-й школы, где общался с учениками 9-11 классов. Там есть парень, который участвовал в этом самом стартап-туре. Я с коробкой раздатки, мне тяжело. Но он меня схватил за пуговицу и выспросил у меня всю стратегию развития инноваций в Тверской области и что конкретно ему самому делать дальше. Вот ради этого, на самом деле, ради одного парня даже, стоило провести это мероприятие. А с учетом того, что дополнительную экспертизу получили 74 проекта, да надо делать, конечно. Даниил, значит, проект, да, ваш, Wave, так он называется, правильно? Вы с ним выиграли, гранд-финал. Но я знаю, да, вот и коллеги ваши подсказали, что вы, в общем-то, выходили, у вас и другие идеи есть, и наработок у вас много, и в том числе и на стартап-тур вы выходили с другими проектами. Расскажите, пожалуйста, что еще делаете и тоже какие проекты хотели на суд общественности жюри представить? Да, у нас, прежде всего, большая команда, да, и заслуги всех проектов это командная работа. То есть, одна из команд трудится на заводе, кто производит сейчас там момент ретиркуляторы воздуха, антисептики. Это все у нас появилось в прошлом году, то есть, в период пандемии мы с коллегами резко переключили фокус и решили попробовать себя, скажем так, и самим заработать, и помочь людям в период пандемии поставлять необходимые вещи, маски, антисептики и потом ретиркуляторы, потому что чувствовалась большая потребность и изначально была крайняя нехватка всего этого. То есть, вплоть до того, что мы открыли первые цеха в Иваново, потом переместились в Тверь по пошиву, по производству антисептиков и начали делать рециркуляторы. То есть, по рециркуляторам у нас с нами сотрудничают все ведущие металлургические предприятия, кто занимается металлой, резко гибкой металлой в Твери, нам делают корпуса, мы сами тут собираем, то есть, у нас большие объемы производства. Сейчас рынок немножко в стагнации находится, но вот мы в данном случае ждем получения регистрационного удостоверения медицинского назначения, то есть, чтобы участвовать дальше в торгах, делать поставки и так далее. То есть, очень большой запас готовой продукции на складах. И с этими рециркуляторами вы на стартатур тоже планировали? Мы, да, планировали выходить, мы потому что разработали несколько видов рециркуляторов, не обычных, а таких, которых вообще на рынке нету, и в принципе мы вот под одной моделью прям вот угадали и, скажем так, вскрыли определенную боль рынка, то есть, мы придумали рециркулятор для транспорта и для лифтового пространства. То есть, провели переговоры с двумя заводами лифтопроизводящими, выяснили их потребности, у них сейчас прям это актуальный вопрос, они на уровне, там, каком-то своем высоком уровне между лицами, принимающими решения, думают, как решить вопрос обеззараживания воздуха в лифтах, потому что это точка, где происходит обычно заражение довольно-таки легко. Ну да, тесное пространство, большое количество людей, тем более, если дом многоэтажный. Да, у нас экспертиза по этому вопросу есть, решение есть, то есть, в таком ключе мы работаем. Вам лично, помимо победы и помимо денежного приза, о котором мы немножко тоже попозже поговорим, что дало участие в стартап-туре, чему вы, может быть, научились, несмотря на то, что вы уже достаточно давно занимаетесь своим делом, достаточно давно ведете разработки своим? На самом деле в данном случае денежный приз это не самая главная самосамоцель всего участия. Выпиши. То есть, я, моя команда, мы хотим стать резидентами Сколково уже какой-то период времени, ни разу пока еще не подавали заявку. Победа разве в гранд-финале не дает такое право? Скажем так, право заявиться есть у любого проекта. В принципе, но пообщавшись с руководством Сколково, пусть и в онлайн-формате, думаю, это будет сделать несколько проще. Да, очень надеюсь. И в целом нетворкинг, взаимодействие с нашим ментором по проекту Олегом Бараником. Я давно не тренировался даже в презентации проекта, потому что я до этого я пичил проекты и в Великобритании, и в Арабских Эмиратах, в Москве, много где. Ему точно не нужны 300 тысяч. Прошу унести протокол. Мы там все время что-то пишем и запишем. Состоявшийся предприниматель, у которого уже все получилось, кажется. Нет предела совершенства, нет никаких предпосылок останавливаться. мы поэтому никуда не релацировались, не переехали, работаем в Твери, производство в Твери, у нас сейчас большой штат сотрудников, то есть предлагали, постоянно спрашивали, почему вы не в Москве, потому что Тверь мой родной город, я тоже, скажем так, есть у меня своя там социальная нагрузка, я хочу, чтобы бизнес успешнее развивался в родном регионе, давать рабочие места землякам, растить молодых сотрудников, это все очень, скажем так, приятно делать, когда это все получается. Вот, соответственно, и проект Wave мы тоже будем, скажем так, развивать, я думаю, что и производить тоже здесь, поэтому... А хватит мощности, ресурсов, умельцев, чтобы производить такое оборудование здесь, в Твери, насколько я понимаю, здесь это в Твери? Да, 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 здесь есть, в Твери, опять же, ну, Тверская земля богата талантами, да, у нас несколько крупных предприятий тверских, у них предприятий, компаний, кто занимается IT-технологиями на очень высоком уровне. Вот, и, в принципе, все ребята, все тверские, то есть, большинство из них тверских, то есть, у нас есть, прям, ну, не буду сейчас всех перечислять, но много компаний, кто работает на заграницу, кто проекты делает исключительно там на заграницу, а все тверские работают здесь. Вот, то же самое у меня, вот, по виртуальной реальности бизнес, мы работали с Тубаем плотно, с Катаром, только вот заграничные заказчики, прежде всего, то есть, все работники, все исполнители, все профессионалы, все тверские, вот. Ну, а там, где не будет, собственно, хватать собственных ресурсов, будет включаться государство с системой государственной поддержки. Мы используем, кстати, вот, к слову сказать, спасибо Михаилу Крокову за экспертность, да, мы пользуемся мерами господдержки по рециркуляторам. Который, так как, помог получить, в общем-то, центр мой бизнес. Да, то есть, мы прям активные пользователи, нам все нравится, и будем продолжать, естественно, это делать. Ну, отлично. Михаил, мы знаем то, что стартап-тур, который прошел вчера, он не только включал в себя, в общем-то, конкурс стартапов, это была ключевая, да, но не единственная, не единственная, да, точка программы. Что еще было вообще, что в целом удалось за мероприятие узнать, услышать, что оно еще в себя включало? Мероприятие включало в себя панельную дискуссию с участием руководства фонда Сколкова. Открывал, открывал, я так понимаю, ее как раз Аркадий Дворкович, Да, открывал Аркадий Владимирович Дворкович, Игорь Михайлович, поучаствовал Рудейни, губернатор Тверской области. Участвовали венчурные инвесторы, игроки крупные из сектора реальной экономики, которые заинтересованы в привлечении стартапов в свою деятельность, технологических новых разработок. Их интерес понятен. Они участвуют в глобальной конкуренции международной. И не только конкуренция ценовая, она еще и технологическая. И своевременное внедрение инноваций, в том числе и в бизнес-модель, и в производство, это даже не условие победы в конкуренции, это условие в принципе выживания бизнеса. Сейчас все движется настолько быстро. С одной стороны, потребители инноваций у нас вроде как есть. Производители инноваций у нас вроде как тоже есть. и институционализированные. Какие? Институционализированные, господи, в виде тех же самых вузов, научно-исследовательских институтов, частных лиц. И релокацию еще. Да, у нас много новостков сегодня. После вчерашнего, видимо, дня, да? После вчерашней стартатуры. Да, мы выросли над собой. И всячески это демонстрируем. Значит, соответственно, у нас вроде как есть и производители инноваций, и потребители инноваций, но какого-то взрывного бума массовых внедрений и новых разработок в производство на крупных предприятиях или в малом бизнесе все-таки объективно не происходит. И панельная дискуссия была посвящена проблеме пропасти по возможностям инноваторов и потребностям тех, кто готов эти инновации покупать. ну и сама панельная дискуссия, она интересна, мне кажется, для всех. Кстати, наверное, можно посмотреть все это в повторе на сайте стартатуры. Мы тоже напомним, что все записи всего вчерашнего дня, я так понимаю, это весь день проходило, все есть в интернете, можете посмотреть, можете еще раз вспомнить, если вы смотрели, и еще раз... Это полезно вообще в принципе всем тем, кто интересуется, куда, в каком направлении движется технологический мир. Мне кажется, должно быть интересно всем, потому что еще пять лет назад мы не могли себе представить всего того, что сейчас стало обыденностью, и мы этим пользуемся и не задумываемся. Это первая часть, панельные дискуссии. Вторая часть, это были рекомендации руководства венчурного фонда при фонде Сколково, Пек Кавилья Кайнин, эксперт, по-моему, он председатель совета директоров фонда, из... Нет? Советник. Советник. Он, собственно, включился из Финляндии и, соответственно, давал рекомендации о том, как упаковать свой проект таким образом, чтобы он был эффективно и результативно презентован самым требовательным, скажем, инвестором по всему миру. Хлеб мой отъедал, в общем. Когда-нибудь и ты подключишься из Финляндии, с Олегом Ефимовичем. Нет, Олег нам нужен здесь, мы это выяснили уже. Справедливо. Но ненадолго для подключения мы его отпустим. После этого, собственно, был конкурс технологических стартапов и все участники, которые подали проекты, получили доступ к мини-МБА. Это образовательный курс для высокотехнологичных компаний, специально подготовленный. В течение года все наши 74 подавших заявки могут бесплатно проходить мини-МБА в Скоколе. Я об этом даже не знал, кстати. Да вам уже не надо. У вас все получилось. Никита сориентировался. Вопрос такой еще, Михаил. Смотрите, 74 проекта, которые участвовали. Я так понимаю, компания была достаточно разношерстная. От школьников до уже состоявшихся. Вот подобные проекты, насколько важно участие разного такого уровня подготовки. Правильно ли это? Во-первых, в этом, собственно, и заключается идеология Сколкова стартап-тур. Вот стартап-вилл, шоупен-инновейшн, федеральные мероприятия, это история уже для прокачанных мощных проектов, то, что можно показывать международным инвесторам. Стартап-тур, он для того и проходит по регионам Российской Федерации, для того, чтобы отсмотреть этапы, проекты на всех стадиях развития, от PowerPoint-презентации до тримаранов уже готовых стоимостью в 5 миллионов евро. И каждый этап развития инноваций, он несет определенные возможности, определенные свойства этого проекта, которые можно использовать. И это здорово для Сколкова стартап-тур, и это здорово для Тверской области, что эти проекты есть, и нам есть, что, собственно говоря, поддерживать как системе государственной поддержки этой самой инновационной и предпринимательской деятельности. И, наверное, здорово, что даже те, кто поучаствовал, но не выиграл, они, может быть, на нас немножечко обиделись, что они не получили заслуженные оценки, но, возможно, они сделают определенные выводы о том, что для того, чтобы выиграть конкуренцию не за 300 тысяч рублей в виде приза, кстати, важно отметить, что приз предоставил холдинг КСК, за что им большое спасибо, они были партнерами мероприятия. Они борются, это не за приз на самом деле, они борются за будущее и победу на очень высоко конкурентном рынке инноваций. И для победы нужны вот те слагаемые, о которых мы говорили, и у каждого из нас есть свои слабые стороны. Но сильным становится тот, кто над своими слабыми сторонами работает и делает себя сильнее в целом. маскирует скажем так. Олег, если можно, у нас, к сожалению, уже заканчивается время эфира. От вас тоже небольшой итог. На ваш взгляд, зачем вообще нужны такие мероприятия, зачем в них участвовать, и вообще что делать-то стартаперам, если можно так сказать, грубо, тем людям, которые затевают свой проект, свое дело, открывают свой стартап. Куда податься? Зачем они нужны? Я думаю, тут уже много говорили. повторюсь, об этом нет смысла. Я вот на что обратил внимание по нашему сегодняшнему даже разговору, потому что мы говорили до эфира. Мне кажется, для того, чтобы стать успешным в этом виде деятельности, нужно проявлять такое странно, может быть, звучащее и взаимоисключающее качество, как гибкое упрямство. Смотрите, что нам говорит Данил, что он этим проектом занимается 4 года, и он до сих пор его еще не вывел в продаже. А он не школьник, он не студент, он не кандидатскую защищает по этому поводу, он предприниматель. То есть, он 4 года, и он придумал немалый андромный коллайдер взамен большого. Это не самая сложная вещь. И он вначале пробовал это в виде приложения, потом в виде неприложения, потом еще чего-то. И тем не менее, он к этому шел. Вы проводили второй пример, он прозвучал не в эфире, что человек, который занял второе место, вообще не бизнесмен по своей сути, человек по имени Евгений, по фамилии Фаянс, я думаю, что это фамилия, скорее, чем Кликуха. Как он позвонил вам, проживая в городе Редкино, несколько лет назад, позвал вас в какой-то там чуть ли не полусарай, где показывал, сам позвонил на телевидение, как это работает, как это не работает. То есть, он как-то пробивает. Он пришел с одной презентацией, за эти две недели, вот он был тем человеком, который меня, в хорошем смысле этого слова, там их было три таких основных, замучил кучей вопросов и всего остального. То есть, он растет над собой, хотя он еще более там, ну, не молодой человек, чем, скажем, Даниил, то есть, там очень взрослый дядька, да, на самом деле, а он прямо вот что-то над собой делает. Да, это потому что упрямство, а гибкое, потому что ты должен прислушиваться к тому, что говорят, к тому, что говорит рынок, к потребителю, да, ведь он же пришел к людям с приложением, да, и люди сказали, нет, нам не надо приложения, только потому что точно пятое-десятое, и получается, ты упрям с точки зрения того, что ты двигаешься к своей цели, но ты гибок с точки зрения того, что ты тот план и тот набор задач, которые ты поставил, способу достижения этой цели, ты меняешь. Ты понимаешь, что ты делаешь не приложение, а ты меняешь что-то в мире любительского диджейства. Да, точно так же, как незнакомый инстаграм, да, в свое время, который мы всеми с вами пользовались, задумывался, как убийца фотошопа, мы уже про это все забыли. Простой графический редактор, чтобы не знали никаких программ, ты там сфотографировал на телефон без этого света, который делает прекрасная команда из Кванториума, просто что-то сфотографировали, тогда было 4 года, они только начинали. В смысле, им вообще было 4 года. И ты это сделал, и вот, соответственно, ты сам можешь это делать. И они только потом выросли до социальной сети, которую вообще не планировали делать. Букинг в том виде, в котором мы знаем, и мы, когда планируем очередную релокацию, так это делает, для интеракции делает Данил, мы что-то выбираем на Букинг, и они 9 раз меняли бизнес-модель. Понимаешь? 9 раз. Да, прежде чем стали, тем сервисом, куда-то можешь войти, и они, в принципе, были на грани разорения. Маск с 9-го раза запустил эту ракету. Он сейчас возглавляет список самых богатых людей. 4 года назад все обсуждали один вопрос, ему дадут 8 лет, или ему дадут 4 года, потому что не сесть, нет ни малейшей возможности, при чем он занимается. Хотя там нет Следственного комитета, с счетной палатой и так далее, но оно было неизбежным. Но тем не менее, ты проявляя вот эти два взаимоисключающих свойства, ты упрям в достижении цели, но ты гибок в выборе инструментов, задач, и ты способен слышать, что происходит вокруг тебя. Вот это главное качество. Если люди им обладают, все у них получится. Есть хорошее высказание, я не помню, кто сказал, это как раз относится ко всем успешным стартаперам, можно так сказать, что если ты попробовал, у тебя не получилось, то второй раз ты будешь начинать уже с опыта, а не с нуля. То есть вот этому правилу следует придерживаться стартаперам, потому что никогда не бывает, чтобы один раз вот так вот у тебя все пошло. Полминута до конца эфира. Даниил, когда планируете маску обогнать в списке Forbes? Я об этом не думал. Мы об этом думаем. Что мы пришли? Ну хотя бы там приблизиться на 10 позиций через лет 5 планируем. Ну отлично. Все, желаю вам тогда успехов в дальнейшей работе. Я напомню, что мы сегодня подводили итоги стартап-тура вместе с нашими гостями, его организаторами и участником Даниилом Гудковым. Олег Баранник сегодня был вместе с нами и Михаил Окруков, кооридатор проекта «Мо Бизнес» в Тверской области. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго, до свидания и удачи. До свидания. До свидания. Спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова